Здравствуйте! Сегодня вновь читаем Анну Никольскую кондитерские истории на углу Тополиной и Розмариновой. История третья о противно-домашней мухе. В кондитерской на углу Тополиной и Розмариновой улиц жила-была одна противно-домашняя муха. Фу, какая противная, говорили про нее торты. Фи, какая противная, соглашались с ними пирожные. Я не противная, я домашняя, отвечала муха. Ей было, конечно, обидно слышать такое, но она старалась не подавать виду. Она всегда летала в хорошем настроении и норовила кого-нибудь обнять или поцеловать. Такой уж у нее был характер, любвеобильный. И это многим не нравилось, особенно самому кондитеру Олегу Викторовичу. Он так и норовил ударить муху по голове газетой, или еще хуже, развешивал по кондитерской вкусные липкие бумажки. Мухе приходилось бороться с собой, чтобы к ним не прилипнуть. Они так сладко пахли. Но она себя перебарывала и от газет тоже ускользала. Она была ловкой домашней мухой, однако все равно ее никто не любил. Все только и ждали, чтобы она улетела куда-нибудь подальше. Мухе же нравилось жить в кондитерской, именно на углу тополиной и розмариновой, а не где-то либо еще. И поэтому она не улетала. Жила себе, можно сказать, во враждебных условиях. Странная ты все-таки, говорила ей старая ватрушка. Никто тебя не любит, а тебе все равно. Мне не все равно, отвечала домашняя муха. Кстати, ее звали Галя. Просто я знаю, что когда-нибудь они меня тоже полюбят. Я и умею ждать, вот и все. Я же говорю странное, кивала старушка и переводила разговор на другую тему. Она была единственной в кондитерской, кто разговаривал с мухой. В старости мы все становимся немного терпимее к окружающим. Вот так и жила муха Галя. Свой среди чужих, чужой среди своих. Но однажды в кондитерской произошел страшный случай, после которого все переменилось. В магазин ворвались бандиты. Это случилось ночью. Причем Олег Викторович был в это время в отпуске на море и ничего не знал. Обычно он спал за стенкой в пристройке кондитерской и все бы услышал. Но в этот раз его не было. Бандиты сломали замок и ворвались. Они стали распахивать холодильники и шкафы, рушить полки и двигать ящики туда-сюда. Они совершенно распоясались. Даже не боялись, что их услышит кто-нибудь снаружи. Даже когда большой кремовый торт попытался укусить одного из бандитов, он только рассмеялся ему в лицо. А когда пряники стали прыгать с полки на голову другому бандиту, он взял их и съел. Все до одного. Обитатели кондитерской были в ужасе. Они попытались сбежать или спрятаться от бандитов. Но те оказались хитрее. Бандиты сгреблись всех в большой мешок и завязали его на морской узел. Обитатели кондитерской оказались в ловушке, а бандиты наконец-то нашли то, что искали. Это был кассовый аппарат. Олег Викторович спрятал его в буфет за банки с вареньем. Поэтому бандиты нашли его не сразу. И вот они стали его взламывать. Ведь ключ Олег Викторович увез с собой на море. Но у бандитов была целая куча всяких специальных инструментов. Они были настоящими профессионалами. У них наверняка бы все получилось. Если бы не Галя. Вообще-то она спала и сначала ничего такого не слышала. А когда проснулась и поняла, что происходит, то пришла в бешенство. Но уж нет. Галя не позволит, чтобы какие-то глупые бандиты грабили ее кондитерскую. Или она не муха. Не мешкая, Галя отлетела в самый дальний угол кондитерской. И бросилась на... Нет, не на бандитов. Ведь в конце концов она была всего лишь домашней мухой. Хоть и взбешенной, дальше некуда. Галя понимала, что против двух таких больших бандитов у нее просто нет шансов. Поэтому она поступила по-другому. С разлета она бросилась грудью на кнопку охранной сигнализации. Та была спрятана под прилавком. И случилось чудо. Кнопка нажалась. Хотя иногда она сильно заедала. И даже Олег Викторович с ней не мог сразу справиться. Но вот на что способны домашние мухи, представляете? В общем, через три минуты приехала полиция и всех арестовала. Бандиты угодили за решетку. Так им и надо. А Галя с тех пор стала просто домашней мухой. А не противно домашней. Ее больше так никто не называл. Все ее сразу полюбили. Но если не все, то большинство. Остальные относились к мухе просто с уважением. И всякий раз, когда она пролетала между полками или витринами, говорили. Вот какая смелая и хорошая муха наша, Галя. Нам так повезло, что она живет у нас в кондитерской. Мы ее никуда не отпустим. Но Галя потом все-таки сама улетела. Она вышла замуж и переехала жить в супермаркет. Там ей тоже жилось здорово. Хорошей мухи. Везде. Хорошо.